хочу сейчас заварить чаек с мятой каждый раз когда завариваем чай мы теперь пользуемся вот этими травами которые папа нам привез до этого я уже добавляла чабрец сейчас очередь настала мяты воды то горячей нету вот это сюрприз самого утра на губы нанесла сначала крем чтобы немножечко их смягчить потому что мне кажется если на сухие губы наносить помаду она будет очень плохо ложится некрасиво что что-то тут копаешь зачем сегодня 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 ты а завтра я так есть хочу не могу я же теперь не завтраку придерживаюсь интервального голодания это не ну как это нормально терпимо но есть хочется сильно я еще все никак не могу привыкнуть к тому что я не завтра это продолжается уже больше недели мне кажется даже где-то ближе к двум неделям и я бы не сказала что мне какой-то супер результат у меня цель похудеть я хочу избавиться от 3 килограммов они какие-то несбрасываемые не могу сбросить 3 килограмма всего-то видимо мне нужно с ними смириться и все все я собралась иду на работу все равно надела курточку легкую хоть на улицу у нас часы плюс 18 градусов но вчера вечером был дождь не исключено что ночью еще был дождь все равно там прохладненько я больше чем уверена что без куртки я просто замерзла на всякий случай тем более вечером поздно я буду возвращаться после работы это будет уже начало 9 так что куртками точно не помешает все на работу нам вчера повезло припарковать машину около подъезда так что далеко идти не надо сегодня а чё как будто бы одна лампочка не горит или мне кажется горит на все листочки распускаются у нас уже третий день птички поют на улице классно я боюсь влазить но сейчас клиентов мало сегодня один клиент у меня только был за полчаса рабочего времени как я люблю вот так вот работать не торопясь знаете без суеты и без спешки спокойно себе работаешь нормально потому что чем быстрее надо все успеть чем быстрее чем сильнее торопишься тем больше нервничаешь у меня по крайней мере так когда у меня несколько задач в одну минуту знаете когда несколько дел сразу не нужно сделать вот это меня вообще я не совсем стрессоустойчивый человек мне кажется тем более я так поняла что но был у меня недавно тот инцидент на работе один который мне не очень понравился и из этого инцидента я сделала вывод что на мою оплату труда количество клиентов вообще никак не влияет то есть есть такие работы в чем больше клиентов тем больше заработаешь это не это не в моем случае у меня хоть мало клиентов хоть много клиентов я зарабатываю одинаково так что по мне так я понимаю моему руководителю нужны клиенты привлекают они клиентов на мою зарплату это никак не влияет так сколько дней в этом месяце 30 или 31 так 31 день так значит вот здесь нужно кое-что исправить кое-что подправить так вот вот так вот тут вот так вот тут вот так вот тут вот так вот так и ой не поняла кажется я поняла ой блин вот так вот не поняла опять ну вот же почему так трудненько нельзя сразу сразу чтобы все не надо вот проблемки какие-то нужны до или так будет уменьшает мне тоже сейчас попробуем могу подальше могу вообще ее можно у суда захлестить вовочка мне прикрепил к стене держатель для телефона в ванной теперь у меня руки свободны а ну они у меня и раньше свободны были конечно но теперь у меня телефон в специальной подставочки спасибо я буду руки твои целовать и ноги тоже супер я довольна теперь у меня в каждой комнате когда-нибудь будет до держатель для телефона у меня в каждой комнате наверно будет ну в общем я довольна я счастлива мне очень нравится ну ка подай мне свой телефон пожалуйста не отдам я сказала нет не отдай 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 я хочу пости заснять как она смотрится вот так теперь все это выглядит очень красиво сначала мы сюда его приклеили нам не очень понравилось потом он туда чуть-чуть подальше было неудобно для ведерко под гулядывает мой мальчик под гулядывает и в итоге вова придумал вот так вот сделать очень удобно нигде ничего не мешает все в свободном доступе классно любимый спасибо большое мне очень нравится мама мама оно мама написано любит с тенью игрока да насюша привезла от мамы целую гору полотенец тут большие полотенца полотенца поменьше и кухонные пару простыней мы посмотрели вот здесь с Вовой на ярлычке написано что это простынь по-моему 1982 года в отличном состоянии отличное качество в общем это они хоть и старые но новые староновые лежали несколько лет но ни разу не никто ими не пользовался это мама потихоньку видимо нам с Леной готовила приданное потихоньку подкупала полотенца разные покрывала вот но отдала только сейчас вернее вспомнила про них то что они у нее лежат и в общем точно такую же гору моя сестра Лена забрала себе тоже куча разных полотенец простыни наволочки сейчас я хочу это все перестирать нигде тут заначки нету интересно знаешь раньше как заначки делали в шкафах с постельным бельем с полотенцами вот я сейчас подумала мне в голову мысль пришла вдруг кто-то то ставил заначку и забыл про нее а я ее сейчас найду через несколько лет и и и и и и я вычитала в интернете рецепт как почистить стеклянную посуду все равно же на ней остаются какие-то жирные подтеки и пятна которые просто фейри пима люксом не отмываются в общем в теплой горяченькой воде растворить две столовые ложки соды и замочить посуду ну и подержать несколько минут я минут 20 подержу и потом помыть вот я хочу посмотреть действительно ли это помогает очистить стеклянную посуду и 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